здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим измельчающие машины кондитерского производства за исключением волковых мельниц которые рассмотрены нами ранее в отдельной видео лекции начнем с назначения области применения и классификации измельчающих машин кондитерского производства измельчающие машины предназначены для размола сырья полуфабрикатов и отходов до очень малого размера частиц обычно не более 12-20 микрометров измельчение имеет наибольшее распространение в шоколадном производстве измельчению подвергаются жира содержащие полуфабрикаты крупка какао ядра орехов и миндаля шоколадные и ореховые массы сахарный песок жмых какао в машинах применяемых в кондитерском производстве используются в комбинации все четыре способа измельчения раздавливание сжатие раскалывание истирание и разрушение ударом при измельчении волокнистого продукта обязательно наличие истирание сочетании с одним из остальных способов измельчения все измельчающие машины применяемые на кондитерских фабриках разделены на следующие группы дисковые и многоволковые мельницы бегуны молотковые и комбинированные мельницы как было сказано в начале этого видео многоволковые мельницы рассмотрены нами в отдельной видео лекции которые вы можете посмотреть перейдя по ссылке в описании или в подсказке а далее мы рассмотрим дисковые измельчающие машины дисковые мельницы встречаются на небольших кондитерских фабриках их классификация представлена на экране соосная дисковая мельница схема соостой дисковой мельницы представлена на экране крупка какого поступает в бункер 7 из-за него крупка периодически направляется в две воронки 5 при помощи качающейся заслонки 8 имеющие форму желоба воронки 5 укреплены на неподвижных дисках 2 имеющиеся каналы 3 для охлаждения их водой между двумя неподвижными дисками вращается диск 1 шнеки 4 укрепленные на приводном валу диска 1 подают крупку в зазоры между дисками проходя через зазор и измельчаясь крупка превращается в полу жидкую массу рабочая поверхность дисков изготовлена из отбелиного чугуна и имеет насечку полужидкая измельченная масса равномерно выходит из зазоров сплошь по всей наружной кромке диска так как центробежная сила инерции 140 150 раз больше силы тяжести масса собирается в корпусе 6 и по каналу 18 направляется к шнеку 17 который подает ее к двум последовательно установленным насосом 16 и 15 кулистый привод насосов позволяет регулировать подачу массы в зазоры между неподвижными дисками 10 и вращающимся диском 14 диск 14 несколько больше диска 1 а его угловая скорость несколько меньше между дисками происходит окончательное измельчение продукта полученное тертое какао стекает палатку 13 зазоры между дисками как в левой так и в правой части машины регулируются винтами 12 которые упираясь в неподвижные приливы станины отжимают не вращающиеся диски от вращающихся вращающиеся диски зажаты между неподвижными дисками пружинами 11 которые играют роль предохранителя в случае попадания посторонних твердых предметов при водочке в 9 помещен в середине машины рабочие диски этих машин реставрации не поддаются при истирании насечек производится замена дисков из условия прочности дисков можно допускать линейную скорость на внешнем радиусе до 67 метров в секунду однако из условия отвода тепла возникающего при истирании допустимо значительно меньшая скорость если диски 1 и 2 расположить над дисками 10 и 14 то мы получим дисковую мельницу с параллельными осями в такой мельнице предварительно измельченный продукт поступает самотеком на окончательное измельчение по ходу измельчения диаметры дисков увеличиваются а число их оборотов уменьшается увеличиваются диаметры для того чтобы был одинаковый износ всех дисков обычно следующие по процессу диск имеет диаметр в 1,1 в 1,18 раза больше диаметра предыдущих дисков в дисковых мельницах выходу продукта способствуют бороздки наносимые на рабочие поверхности дисков они показаны на слайде сплошными линиями нанесены бороздки одного диска а пунктирными другого бороздки перекрещиваются под разными углами фи-1 и фи-2 проекция всех сил на направлении а1b для условия движения частицы по радиусу записывается так как показано на слайде после преобразования получим тангенса фи пополам больше ф принимая во внимание что ф это тангенс ро где ро угол трения получим что фи больше двух ро продвижение продукта возможно при условии что угол между касательными к бороздкам больше двойного угла трения между частицей и бороздкой производительность любой дисковой машины а определяется формулой представленной на слайде техническая характеристика дисковых мельниц представлена в таблице на слайде бегуны бегуны служат для одновременного смешивания и измельчения шоколадной ореховой и марципановой массы это наиболее старый тип измельчающих машин для измельчения некоторых весьма неоднородных продуктов бегуны являются незаменимым оборудованием бегуны широко распространены на мелких фабриках и там по-видимому они еще долгое время сохранятся поэтому мы их кратко и рассматриваем бегуны бывают с вращающейся и неподвижной чашей в которой катки могут быть расположены симметрично и несимметрично несимметричное расположение катков то есть их разное расстояние от центра чаши делается для лучшего использования ее дна бегуны с верхнего привода широко используются в других отраслях промышленности а в кондитерской не применяются так как из привода в продукт попадает масло что недопустимо по условиям кондитерского производства и пищевого производства вообще наиболее удобные бегуны с вращающейся чашей и симметричным расположением катков такие бегуны показаны на экране коническая шестерня 9 вращает шестерню 8 прикрепленную к чаши 2 чаша имеет гранитное или металлическое дно 1 2 катка 3 свободно сидят на горизонтальных раздельных осях оси обоих катков можно одновременно поднимать и опускать поворотом штурвала 7 червяки имеющиеся на оси штурвала вращают червячные колеса 5 которые поворачивают винты 6 в зависимости от вращения винт поднимает или опускает тяги 4 скрепленные сосями катков загруженная во вращающуюся чашу масса проходит под катками и измельчается под действием силы трения катков о продукт они поворачиваются вокруг горизонтальных осей из-под катка выходит тонкий слой массы который складывается лопастями 11 и 12 и направляется под следующий каток разгружают бегуны через борт чаши постоянная температура обрабатываемой массы поддерживается подачи пара в змеевик 10 условия для отвода тепла здесь очень плохие особенно в бегунах с гранитным дном бегуны являются малоэффективной машиной как для измельчения так и для перемешивания в них раздавливание продукта происходит под действием веса катков катки своим весом не могут создать больших удельных давлений поэтому они плохо раздавливают и в основном истирают продукт и стирающее действие бегунов зависит от ширины катков оно возрастает с увеличением ширины обычный диаметр катка д большое от 1,5 до 1,6 б где б ширина катка а диаметр чаши д равен три с половиной четыре б бегуны универсальные в отношении дробимых продуктов попадание в них твердых предметов не вызывают поломки в них легко может быть получено любое измельчение измельчение в бегунах возможно лишь тогда когда каток 3 катящийся под чаше 1 не отталкивает самую большую крупку какао или ядро ореха 13 а накатывается на него для упрощения вывода принимаем орех за шарик пусть сила нормального давления p1 составляет с вертикалью угол альфа в точке контакта катка с орехом возникает сила трения p1f или p1 тангенс ро где ро угол трения результирующая p3 давление с учетом трения отклонена от p1 на угол ро и следовательно составляет с вертикалью угол альфа минус ро если сила p3 пройдет внутри конуса трения для точки касания катка с чашей то она не в состоянии сдвинуть орех то есть альфа минус ро больше или равно ро ч где ро ч угол трения ореха о чашу отсюда можно записать неравенство альфа меньше или равно ро плюс ро ч при выбранном диаметре д большое катка 3 наибольший размер ореха найдем из очевидного соотношения положив что альфа равно ро плюс ро ч тогда получим д минус д малая пополам равно д плюс д малая пополам косинус ро плюс ро ч откуда найдем отношение диаметров при одинаковом материале катка и чаши когда ро равно пять сотых пиродиан для шоколадных масс наибольший размер куска захватываемого бегуном д малая будет равна д деленное на 25 в чаше масса не должна отбрасываться к периферии под действием центробежной силы что происходит при соблюдении равенства показанного на слайде решая это равенство относительно омега ч получим выражение для омега ч потребная мощность для привода бегунов n рассчитывается по формуле далее приведем формулы для расчета составляющих n мощность потребная для качения катка по измельченному продукту без учета трения в цапфе катка nk рассчитывается по формуле на слайде в действительности по измельченной массе катится без скольжения лишь средняя окружность катка со скоростью в нулевое все остальные точки поверхности контакта катка с массой движутся со скольжением как это показано на слайде точка 1 массы имеет скорость v1 равно омега ч r1 а точка 1 катка движется со скоростью в 0 равно омега ч r0 масса опережает каток на участке 0 1 Точка 2 массы имеет скорость v2 равная омега ч r2 А точка 2 катка по-прежнему движется со скоростью v0 На участке 2,0 масса отстает от катка Средняя скорость опережения массы v1-v0 пополам А средняя скорость отставания массы v0-v2 пополам Абсолютные значения скоростей одинаковы Мощность, потребная на скольжение катка NS, рассчитывается по формуле на слайде Мощность, потребная для вращения чаши НЧ, рассчитывается по формуле на слайде Мощность электродвигателя для привода бегунов рассчитывается по формуле на слайде Производительность бегунов P-большое рассчитывается по формуле на слайде Техническая характеристика бегунов представлена в таблице на слайде Далее рассмотрим молотковые мельницы Молотковые мельницы служат для измельчения главным образом сахарного песка в сахарную пудру и жмыха какао в порошок Это универсальные машины, на них можно дробить самые различные материалы Молотковые мельницы имеют шарнирно закрепленные молотки В настоящее время на кондитерских фабриках чаще всего встречаются молотковые мельницы с шарнирно закрепленными молотками Обычно называемые микромельницами Восьми молотковая микромельница с одним рядом шарнирных Т-образных молотков представлена на экране Она состоит из чугунного корпуса 1, внутри которого вращается ротор 2 с молотками 3 Шарнирно закрепленными на осях 4 Корпус имеет отбойную плиту 5, она крепится к корпусу болтами В нижнюю часть корпуса вставлена сетка 11 с отверстиями 0,5 мм Сахарный песок загружают воронку 10, воронка имеет предохранительную решетку 9 и сетку 8 с размерами отверстий 3х3 мм Они предотвращают попадание в машину крупных кусков сахара и инородных тел Подача сахара из воронки регулируют шибером 7 Двух заходный шнек 6 равномерно подает сахарный песок из воронки в камеру измельчения Подача сахара осуществляется перпендикулярно оси ротора по средней линии машины В камере измельчения крупинки сахара встречаются с быстролетящим молотком При встрече с ним крупинка разбивается на части, которые отбрасываются на отбойную плиту 5 и дробятся на ней Отраженные от отбойной плиты частицы вновь разбиваются молотками Подвергаясь многократным ударам, сахар превращается в пудру, которая вместе с воздушным потоком, создаваемым движущимися молотками, проходит через сетку 11 Молотки засасывают воздух через отверстие в воронке крышки и выбрасывают его через фланелевый рукав 15 в цех Фильтр очищает воздух от сахарной пудры Сахарная пудра вследствие уменьшения скорости воздуха оседает на дно бака 14 Оседающая пудра движется по фланелевому рукаву с уплотнительным кольцом 13 Кольцо наложено на верхний край бака 14 При смене бака прикрывают шибер 12, не останавливая мельницы Молотковая мельница с несколькими рядами шарнирных молотков имеет большую камеру измельчения Три питающих шнека и два фланца с рукавами для отвода пудры Шибером прикрывают один из рукавов Степень измельчения в рассматриваемых мельницах от 150 до 400 раз Обычно отношение ротора к его диаметру равно от 32 до 64 сотых Окружная скорость концов молотков от 80 до 84 метров в секунду Молотковые мельницы являются быстроходными машинами Роторы мельниц вращаются с угловой скоростью 628 радиан в секунду Компоновка подобных микромельниц может отличаться Так в одном из вариантов может не быть подающего шнека А воронка будет находиться непосредственно над молотками А вместо ящика для сбора сахарной пудры Сразу же на выходе устанавливается мешок Который закрепляется, например, очень плотной резинкой Он же служит для сепарации сахарной пудры и воздуха Когда мелкие частицы сахарной пудры не проходят через стенки мешка А воздух проходит Далее мы переходим к расчету молотковой мельницы Ротор молотковой мельницы вращается с большой скоростью Поэтому он должен быть тщательно отбалансирован статически и динамически При статической неуравновешенности ротора Центр его тяжести не лежит на геометрической оси вращения А находится от нее на расстоянии Е Это приводит к появлению силы инерции Даже небольшой эксцентриситет центра тяжести Может вызвать центробежную силу Которая окажется больше веса ротора В этом случае ротор начинает бить Подшипники ротора подвергаются ударам Величина эксцентриситета, при которой сила инерции равна весу ротора Определяется из выражения, представленного на слайде Откуда найдем эксцентриситет? Ротор будет бить при значениях Е больше 0,25 мм Статическая уравновешенность на параллелях Позволяющая обнаружить смещение центра тяжести ротора В 0,1 мм совершенно недостаточно Как это показано на примере Динамически ротор уравновешен тогда, когда его ось вращения является одной из главных осей инерции Динамическая балансировка ротора производится на балансировочной машине При этом молотки закрепляются в радиальном положении Статическая и динамическая балансировка освободит подшипники от дополнительных давлений лишь на холостом ходу Как только молотки начнут измельчать продукт, появятся реактивные силы удара Которые передадутся как осям молотков, так и подшипникам ротора Рассмотрим способы устранения вредного действия реактивных сил В однорядной молотковой мельнице удары происходят 800 раз в секунду На основании опытных данных предлагается принять продолжительность удара Тау-У 10 в минус пятой секунды Тогда можно определить силу удара, приравнивая изменение количества движения импульсу силы Изменение количества движения сахарной крупинки С показано на слайде Расчет скорости В1 по формуле представлен на слайде Так же как и расчет количества движения Сила удара ФУ расчет приведен на слайде Сила удара может быть принята равной 357 ньютонов С этой силой ротор ударяет под подшипником 8300 раз в секунду Такая ударная нагрузка очень опасна для подшипников Поэтому важно уметь от нее избавиться Используя теорему об ударе тел показано, что на ось молотка массы ММ не будет передаваться ударное давление при условии, показанном на слайде Исследователями было установлено, что есть условия устойчивости движения молотковой мельницы Молотки этих мельниц, уравновешенные на удар, теряют устойчивость, если расстояние от оси болта до конца молотка L' равно расстоянию R' между осями болта и ротора То есть L' приблизительно равно R' Молотковые мельницы имеют молотки, показанные на слайде Они, как показали исследования, не уравновешены на удар Момент инерции молотка относительно оси 0,0 подвеса и большое 77,3 на 10 в минус 5 кг умножить на метр в квадрате Центр тяжести отстоит от оси подвеса на 38 мм и масса молотка 0,33 кг Подставляя эти величины в формулу, получаем L 60 мм Молоток длиннее этой величины на 9 мм При неизменной оси подвеса можно увеличить L добавлением двух противовесов по другую сторону оси подвеса от ударяющей кромки В рассматриваемой мельнице каждый противовес удобно сделать в виде полуцилиндров с вырезами для оси молотка Масса противовеса дельта М рассчитывается по формуле Подставив данные в формулу для дельта И, представленную на слайде И численные значения, также представленные на слайде, найдем дельта И И после подстановки всех величин в формулу получим L измененная, равная 69 мм Где? 25,3 на 10-3 это расстояние от центра тяжести при добавлении противовесов Молотки с противовесами оказываются полностью уравновешенными на удар Техническая характеристика молотковых мельниц представлена в таблице на слайде Далее рассмотрим штифтовые мельницы Штифтовые мельницы имеют штифты или била, расположенные на одном или двух вращающихся дисках Дисковые штифтовые мельницы с одним вращающимся диском называются дисмембраторами Они применяются в кондитерском производстве для измельчения крупки в тертое какао и жмыха в порошок какао Вследствие особых свойств этих веществ штифтовые мельницы непримерно работают совместно с охлаждающими устройствами Штифтовые мельницы с двумя вращающимися дисками называются дезинтеграторами На слайде показана установка для получения тертого какао Крупка какао загружается в воронку 1 Ее дном служит вибролоток 2 Поступление по лотку крупки регулируется заслонкой 22 Подаваемая крупка проходит над постоянными магнитами 21, которые задерживают ферропримеси Затем крупка питателем 20 равномерно подается в дисмембратор через отверстие в центре неподвижного диска 3 В это же отверстие нагнетается воздух Он способствует движению крупки к быстро движущимся пальцам 4 подвижного диска 5 Скорость его вращения 644 радиан в секунду В 6 концентрических окружностях каждого диска закреплено по 292 штифта От соударения о штифты крупка измельчается в тертое какао При измельчении тертое какао нагревается до 120 градусов Цельсия Корпус дисмембратора охлаждается водой Горячее тертое какао вместе с воздухом поступает в параллелепипедный холодильник По его горизонтальным трубкам 6 течет охлаждающая вода Омывая трубки тертое какао охлаждается и стекает в сборник 7 емкостью в 50 кубических дециметров Воздух по трубопроводу 9 направляется в циклон 10 Где от воздуха отделяются капельки тертого какао Они также стекают в сборник 7 Из которого тертое какао с шестеренчатым насосом 8 перекачивается в сборники для тертого какао Электродвигатель насоса имеет мощность 28 кВт Из циклона 10 воздух с температурой 85 градусов Цельсия поступает в конденсатор 18 По горизонтальным трубкам 16 конденсатора течет холодная вода Здесь происходит конденсация паров летучих кислот воды Которые образуются при высокой температуре размола Окрашенные в желтый цвет сконденсировавшиеся пары с резким сильным запахом и отвратительным вкусом собираются в сборник 11 имеющий пробку 12 для спуска Воздух из конденсатора с температурой 55 градусов Цельсия поступает в вентилятор 13 Который через циклон 15 нагнетает воздух вновь в дисмембратор В циклоне от воздуха отделяются капельки воды и кислоты Они стекают в сборник 14 Поступление воздуха в дисмембратор регулируется заслонкой при помощи рукоятки 19 Сборники 11 и 14 присоединяются при помощи кольцевых накидных съемных запоров Центробежный насос 17 осуществляет циркуляцию холодной воды в системе На слайде показана установка для получения из жмыха порошка какао Предварительно измельченный до размера кусков 8-12 мм жмых Загружается в воронку 1 такого же дисмембратора 2, как и в предыдущей установке Горячий порошок, полученный в результате измельчения кусков ударами штифтов Подхватывается воздухом и по трубе 3 направляется к теплообменному аппарату 4 Он представляет собой трубу в трубе В кольцевом пространстве между трубами течет 11% раствор хлористого кальция с температурой минус 2 градуса Цельсия В этом теплообменнике температура порошка снижается до 16 градусов Цельсия Охлажденный порошок по воздуховоду 5 направляется в циклон 10 В нем крупные частицы порошка опускаются вниз в сепаратор 12 А мелкие частицы с воздухом поступают во второй сепаратор 9 Здесь мелкие частицы порошка оседают на дно и при помощи шлюзового затвора 7 выгружаются из системы Из второго циклона воздух засасывается вентилятором 8 и затем нагнетается во второй теплообменный аппарат 15, меньший по размерам В нем температура воздуха дополнительно снижается до 10 градусов Цельсия Из теплообменного аппарата большая часть воздуха поступает в диспембратор, а меньшая часть в сепаратор 12 Через отверстие в центральной трубе сепаратора воздух попадает в первый циклон 10, увлекая с собой мелкие частицы порошка какао Количество поступающего в сепаратор воздуха регулируется заслонкой при помощи рукоятки 13 Чем больше открыта заслонка, тем более крупные частицы уносятся в циклон 10, а оттуда и во второй циклон 9 Это приводит к снижению дисперсности готового продукта Из сепаратора через шлюзовый затвор 14 крупные частицы вводятся в воздушный поток, направляемый в диспембратор Скорость воздуха в системе регулируется заслонкой с рукояткой 6 От ее положения и положения рукоятки 13 зависит дисперсность получаемого порошка какао Стенки циклонов очищаются от осевшего порошка ударными встряхивателями 11 Они производят 12 ударов в минуту Контроль за работой установок ведется по показанию приборов, находящихся на пульте управления При показании амперметра менее 60 ампер установку следует продуть для очистки от осевшего в трубах порошка Продувка производится и перед остановкой диспембратора В штифтовой мельнице полезная энергия измельчения превращается в тепло Измерив силу тока И и напряжение У, можно вычислить полезное количество энергии, превращаемое при измельчении в тепло Формула представлена на слайде Мельница измельчает П большое килограмм в час продукта, который поступает в нее с температуры Т1 Для перемещения измельченного продукта в мельницу подается воздух с температурой ТВ Из условия транспортирования воздуха следует подать ГВ Формула для расчета представлена на слайде Расчетная схема мельницы приведена на слайде в виде квадрата с идущими и выходящими из него стрелками Тепловой баланс этой установки без учета потерь в окружающую среду запишется так, как представлено на слайде При вычислении теплоемкости воздуха можно не принимать во внимание влагу, так как при замкнутой системе воздух высушивается Тепловой баланс позволяет вычислить температуру нагрева продукта и сравнить ее с допустимой Температура нагрева Т2 рассчитывается по формуле на слайде Зная температуру продуктово-воздушной смеси, выходящей из мельницы, можно, задаваясь желаемой температурой Т3 готового продукта, вычислить количество тепла, отнимаемое в первом теплообменнике Формула представлена на слайде На это тепло рассчитывается теплообменный аппарат Рассмотрим пример расчета При испытании установки для получения 900 кг в час или 0,25 кг в секунду порошка какао Сила тока была равна 230 А, напряжение 220 В Коэффициент полезного действия электродвигателя и одноступенчатого зубчатого редуктора Это 0,86 Косинус Фи 0,8 Определить, какова температура Т2, выходящего из мельницы порошка, если первоначальная температура жмыха 45 градусов Цельсия, а температура поступающего воздуха 10 градусов Цельсия Согласно формуле, а далее, из формулы принимаем мю 35 сотых, удельную теплоемкость С и ЦВ, как указано на слайде, получим Т2 равное 73 градусам Цельсия Такая температура нагрева вполне допустима для порошка какао Техническая характеристика штифтовых мельниц для тертого какао представлена в таблице на слайде Техническая характеристика штифтовых мельниц для порошка какао представлена в таблице на слайде Далее рассмотрим комбинированные мельницы Комбинированные мельницы это такие мельницы, в которых необходимое измельчение осуществляется с сочетанием различных рабочих органов Наличие таких машин объясняется желанием получить готовый продукт за один пропуск полуфабриката Комбинированные мельницы чаще всего имеют диски и волки, диски и молотки и бегуны с волками Наиболее эффективной оказывается комбинированная мельница, имеющая диски и волки Такая мельница представлена на экране Крупку какао загружают в воронку 9 Дном этой воронки является лоток 6 Его колеблит эксцентрик 10 Количество крупки, поступающей на измельчение, регулируют шибером 8, который передвигают механизмом 7 Из лотка крупка всыпается в воронку 5 А затем проходит над постоянными магнитами 4, которые задерживают железоуглеродистые включения Затем через отверстие в крышке 1 и неподвижном диске 3 Крупка попадает между неподвижным диском 3 и подвижным 17 Подвижный диск насажен на вал фланцевого электродвигателя 15 Винтовые бронзовые лопасти 2 способствуют входу крупки в мелющее пространство Зазор между дисками регулируют штурвалом 14 При размоле крупки между дисками выделяется большое количество тепла Это тепло отнимается воздухом, который движется по каналу 11 в корпус дисковой мельницы Воздух из корпуса отсасывается по воздуховоду 12 вентилятором 13 и выбрасывается в помещение Вентилятор расположен на другом конце вала электродвигателя 15 Подвижный диск 17 имеет лопасти 16 Они способствуют очистке корпуса от тестообразного продукта Предварительно измельченный продукт попадает в сборник 18 Выход массы из сборника регулируют заслонкой 19 Она переставляется рукояткой 20 Вышедшая из сборника масса поступает на последовательно соединенные волки Которые окончательно измельчают ее Зазоры между волками регулируют штурвалами 22 и 24 Самый быстро вращающийся волок имеет неподвижные подшипники После первого и второго зазоров масса находится на поверхности самого быстро вращающегося волка С него она снимается мягким ножом 21 Положение которого устанавливают винтами 23 Тертая какао собирается в сборник 25 Снабженной рубашкой для обогрева и мешалкой 26 Волки-мельницы охлаждаются водой Механизм регулирования зазора между волками такой же как показано на слайде Техническая характеристика комбинированной мельницы представлена на слайде К недостаткам этих машин следует отнести невозможность восстановления изношенной рабочей поверхности дисков В этом видео мы с вами рассмотрели устройство, принцип действия и классификацию дисковых мельниц, бегунов, молотковых и комбинированных мельниц Которые являются измельчающими машинами кондитерского производства Напомню, что волковые мельницы нами рассмотрены в отдельной видео лекции Благодарю вас за внимание Подписывайтесь на канал Поставьте колокольчик уведомления И вы будете получать уведомления о новых видео, когда они выйдут на канале На этом я с вами прощаюсь Желаю вам всяческих успехов И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok